Итак, друзья, продолжаем этот туториал В этой части мы сейчас создаем Уже именно параметры выносим из нашего Digital Asset И далее мы будем это все имплементировать В Unreal Engine Так, что мы делаем? Во-первых, я хочу сказать о том, что я создал Специальную папку проекта, сохранил туда наш проект Просто дал ему имя Bomb, нижняя подчеркиваемая, DA, Digital Asset Теперь я выделяю все наши ноды Нажимаю вот эту вот иконку С как бы ящиком, да, subnet это называется Здесь я ввожу также имя Bomb, DA, Digital Asset Выделяю и тут assets, new digital assets from selection Куда его сохранить? Я пишу такой вот скрипт Dollarhip, hdra И там, например, Bomb Digital Asset Accept есть Теперь в этом большом таком окне, открывшемся Мы, собственно, и будем создавать наши параметры Мы укажем, что это, допустим, там версия 1.0 Мы можем тут оформить help Допустим, и дизайнер, для которого мы создали эту тузу Кто создает уровни, кто создает просто ассеты Кто наполняет ассетами, да, уровни Он сможет просто открыть этот help Он может прочитать от вас какую-то информацию Есть Теперь в категории параметр мы, собственно, и будем настраивать параметры Вот параметры нашего Digital Asset Они нас как бы не интересуют Поэтому мы сделаем следующее Мы их просто убираем, мы их скрываем Мы создаем нашу папочку Называем ее Setup Сейчас Вот, ну, либо там Bomb Setup Bomb Setup Она будет внутри себя хранить папку Body Да Body Настройки тела бомбы Значит, какие параметры нас интересуют В Bomb Body у нас есть такой параметр, как Основные параметры я зафризиваю Используя клавишу P на клавиатуре P Я вызываю интерфейс Нас интересует параметр Radius Нас интересует параметр Frequency И, собственно, все Ну, еще из этой группы нас интересует Norm Casp Engine То есть мы находим эти параметры From Nodes Bomb Digital Asset Bomb Body Сфера Radius Вот эти параметры, мы их передаем Таким вот образом Тип Float Vector 3 Имя будет такое Имя переменная Red Теперь мы Помимо Radius Передаем Еще параметр Frequency Частота Находим параметр Передаем Теперь мы Сейчас Вот эти параметры зафризим Вот вы видите Уже наш интерфейс Как он строится Bomb Body Мы передаем Включение Normal Casp Angle Мы дадим Более Понятное Дизайнерам Название Smooth Angle Angel И мы можем Уже сейчас Даже протестировать Как наш Digital Asset Работает Вы видите Как меняется Частота Которая прямо Влияет на количество Пик Вы видите Изменяемый Radius И вы видите Угол изглаживания Теперь переходим К самому интересному К добавлению Параметров Группы Пики Spear У нас будет Две группы У нас будет Spear И Spear Secondary Как вы помните У нас Три объекта В нашем Digital Asset Также From Notes Мы переходим В Bomb Spear И здесь Мы уже Обнаруживаем Такие параметры Так Нас интересует Ну Базовый размер Мы задаем Нодой Transform Xform Давайте кстати Дадим ей Логичные имена Вообще Очень важно При разработке Digital Asset Ну естественно Это зависит От его размера Давать сразу Как бы Логичные Какие-то Понятные имена То есть Мы здесь Указываем Это будет у нас Spear Size Здесь мы создаем Размер В ноде Edit Вы помните Мы создаем Понусность Нашей формы Поэтому мы Назовем Taper Далее Мы В ноде Poly Extrude Просто вытягиваем Полигон Тут в принципе Все понятно Switch Тоже Как бы Все понятно Ну пускай Будет пока Так Там по ходу Дело будет видно Теперь дальше Я просто сейчас Переношу параметры В таком же Духе Как вы видели И все Поэтому сейчас Я поставлю Видео на паузу И просто Переношу параметры И далее Покажу Какие параметры Я уже принес И дальше Мы занимаемся Имплементацией В Unreal Engine А сейчас Я ставлю на паузу Итак друзья Закончил Переносить параметры В BD Digital Asset И значит Я создал Несколько групп Да BODY, SPIR, SPIR, SECONDARY И Сейчас Вы всегда можете Да По дефолту После того Когда вы закончите Редактировать Ваш Digital Asset Вы можете Всегда вернуться Как бы К его повторному Редактированию Allow Edition of Contents Да Это разрешает Как бы редактировать И Здесь Я кстати Пофиксил Такую Деталь Так как У нас В ноду SPIR, SECONDARY Передавались Только Дублированные Пики А не Передавались Сферические Это довольно Быстро Пофиксилось Я просто Создал отдельно Группу В которую Поместил Сферу И дал Этой группе Такое же Имя Которое Находится В ноде DELETE Да То есть Дал точно Такое имя Группы Чтобы Это имя Совпадало С именем Группы Создаваемой Нодой Дупликей То есть Это И таким образом Как бы Она наследуется Так Сейчас Здесь у нас Обязательно Выход Здесь То есть Давайте Теперь Посмотрим На Digital Asset Все Сохраняем Definition Что у нас Получается У нас В категории Боли Мы задаем Собственно Радиус Да Мы задаем Частоту Этих Пик Мы задаем Угол Сглаживания В категории Спир Пики Мы задаем Ширину Да Этих Пик Мы задаем Длину Мы задаем Конусность Этих Пик Дистанц Мы регулируем Такой Порог Нашей Детали Которая Наследуется От Extrude Далее Extrude Берет Этой Детали Extrude Мы регулируем Ширину Детали Ну в общем Все работает Все Никаких проблем То есть Select Формы Выбираем Форму Я кстати Добавил Чтобы Ссылалось На нулевую Форму То есть У нас Есть 0 Это наша Дублированная Форма 1 Это наша Сфера И 2 Это отсутствие Формы Ну и соответственно Естественно Это можно Это все Дело Двигать Наши Именно Единичку 0 Мы можем Как бы Двигать Наши пики Они имеют Ширину Да Так же То есть Все работает Теперь давайте И если мы перешли В группу Сфера То Здесь вот Через такое Двойное подчеркивание Я сделал Вы можете регулировать Количество Как бы Полигонов Сколько она может быть Сглажена Ваша сфера Ну и собственно Радиус То есть Прикольно Сделать эту сферу Такими светящими Каким-то шейдером В Unreal Так ладно Теперь Давайте перейдем В Unreal Engine То есть Что мы сейчас делаем У нас есть Полноценный Houdini Digital Asset Который полностью Вот сохраненный Да То есть Он у нас Находится В папке В моей Папке проекта В папочке HDA Здесь вот он Bump DA Bump DA Digital Asset Точка HDA Теперь Давайте перейдем К Unreal Engine И посмотрим Как добавляется Houdini Engine Имплементируется В Unreal Engine И собственно Загрузим наш Digital Asset И протестируем Его внутри Движка Unreal Engine Движка Движка